Итак, я нахожусь в потрясающем месте, которое называется Библиотека Адриана. Здесь потрясающее количество мегалитических фрагментов. Это все мне очень сильно напоминает то, что можно увидеть в Ливане, в Бальбеке. Я, конечно, сюда приду не один раз, потому что, чтобы здесь все увидеть, это нужно много времени. Потрясающие артефакты. Вы просто посмотрите на масштабы этих колонн, фрагменты колонн, блоки. Блоки, вот они. Посмотрите на стыки. Вы знаете, я сейчас разговаривала с работниками, с теми, кто здесь постоянно бывает. Мне показалось, что в 5 часов это очень рано закрывают Акрополь. А сейчас я узнала, что в 3 часа не хватает обслуживающего персонала и закрывается очень рано. Поэтому, конечно же, я приду сюда еще не один раз, чтобы все подробно рассмотреть. Потрясающая работа. Посмотрите, как это вырезано. Потрясающая просто работа. Я пересеклась с одной исследовательской группой. Они от любителей перешли уже в категорию членов географического общества, той страны, в которой они живут. И они занимаются бальбеком в Ливане. Шикарный, просто шикарный контент. Но одна вещь, которая меня, вы знаете, зацепила. Они очень сильно зациклены именно на том, что они показывают. И видя, например, на территории Турции, на территории Ливана, какие-то храмы, которые по размерам своим превосходят, например, тот же Парфенон, они говорят, что Греция типа и близко не стояла там в каком-то соотношении с допотопной историей, доантичной историей, потому что, например, колонны Парфенона 10 метров в длину примерно, скажем так, навскидку, а колонны того же храма Зевса или Дедиматьона 20 метров и так далее. Я считаю, что это абсолютно нелогично в сравнении с масштабами колонн говорить о значимости или, напротив, незначимости какого-то объекта. Все эти объекты, вот посмотрите просто на масштаб одного этого блока. Это просто умопомрачительные размеры, 2 метра на полтора. Он еще в глубину идет, в ширину. И говорить о таких объектах, как мне кажется, можно только, только, исключительно, без отрыва от принадлежности к одной общей цивилизации. Потому что идентичность и почерк конструкций всех, как в Греции, как в Италии, как на всех континентах, в той же Мексике были найдены, и даже на дне Мирового океана, то, что называют сегодня эллинистическая культура, на самом деле никакая она не эллинистическая, это доантичная, допотопная культура. Посмотрите, какие масштабы, какая мегалитика. Это же гигантских масштабов просто блоки. Вот он, мы сейчас его вокруг обойдем. Потрясающе просто. Это если библиотека была такая у гигантов. Потому что я уверена, что здесь приложили руку Титаны. Я не говорю вот о том, что далее римского периода, вот эти вставки уже. Понятно, что это уже более позднее. И говорить о том, что это не имеет значения, потому что оно ниже, чем какие-то другие храмы мира, считаю, что это абсолютно недалекий такой подход. Вообще, что такое храм? Это дом Бога. Бога имеется в виду, понятно, что Бог настоящий, Он один. А это имеется в виду Титаны, которых принимали за богов. То есть, дети материализовавшихся ангелов и женщин земных. Так вот, эти гиганты, Титаны, будем называть как угодно, тоже создавали свои дома. И точно так же, как сегодня, строители могут создавать дома, которые поменьше размером, дома, которые побольше, одноэтажные, двухэтажные, десятиэтажные, пятиэтажные особняки и так далее, и так далее. Точно так же, один храм может быть меньше, другой храм может быть больше, третий храм каких-то совершенно иных масштабов. Но почерк, почерк конструкции, он абсолютно идентичен. Он очень похож, одинаков. И однозначно все это относится к одной и той же цивилизации. До потопной раси великанов. Посмотрите. Просто вот оцените мощь этих блоков. Покажу вам немного артефакта. И заметьте себе, что крест был и у египтян, и в еще далекой-далекой дохристианской эпохе. Просто посмотрите на эту работу. Вот. Вот они. Потрясающая работа. Я вижу какое-то углубление. Посмотрим, что здесь. А, здесь тоже стены какого-то строения. Вот представьте теперь, на сколько уровней все это идет. Посмотрим на эти ниши. Обратите внимание на эту потрясающую стену. Вот в середине, вот эта линия, этот слой, это уже более новая вставка. Видимо, пытались закрыть какие-то проемы. А посмотрите, какая мегалитика прямо наверху. Огромные блоки. Просто огромные блоки. Обратите внимание, как под линейку срезано. Потрясающе. Просто потрясающе. Как будто бы вырезали на конвейере. Ровные-ровные блоки. Это как резали? Простыми инструментами. Смотрите, в каком количестве в каком количестве все это разметано на мелкие фрагменты. Просто посмотрите на этот фрагмент. на эти плиты мраморные. Обратите внимание. Слов нет у меня. посмотрите, как они подогнаны. Вы знаете, меня просто потрясли масштабы вот этих плит. Потрясающие места. Я могу здесь часами просто пребывать. Вы обратите внимание длина этого мраморного фрагмента. Два с половиной метра. Не меньше. Двигаемся дальше. Чудесный день сегодня тоже. Потрясающая работа. Обратите внимание, что далеко не однородный мрамор. А это уже совсем другая история. Продолжение следует. Я сначала покажу вам некоторые самые интересные артефакты Затем скажу вам, что я думаю об этом Вау! Взгляните Потрясающая стена Разница Вот вставка Обратите внимание сначала на вот этот блок И далее на фрагмент колонны, который стоит на этом блоке Шикарная работа Амфитеатр Потрясающе, просто потрясающе У меня нет слов И вы хотите сказать, что вот в теме мегалитики, мегалитических конструкций До потопного мира это не имеет какой-то роли Потому что это меньше того, что в Турции Не смешите меня Это все Почерк одних и тех же строителей Амфитеатр 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 Продолжение следует...